40 стран Европы, 4 месяца и ограниченные ресурсы. Мотоциклист Данила Кожаков отправился в путешествие по Старому Свету. Стартовал байкер из Нальчика. Это своеобразный реалити-проект. Ведя отчеты о городах и путешествиях, Данила будет выкладывать в интернет. За маршрутом мотоциклиста уже следят в городах России и СНГ. Из столицы Кабарзинобалкарии Кожакова провожала и наша съемочная группа. Слово Марине Ярославской. Меня зовут Даниил, мне 27 и я мотоциклист. А еще он продал свою машину, компьютер, купил видеокамеру и надежную Ямаху. На таких мотоциклах не первый раз совершают кругосветки. Своё путешествие москвич Данила ограничил Европой и бывшими союзными республиками. В чемодане только необходима одежда. Что должно случиться, чтобы оставить стабильность и собраться в путь? Кожаков скажет. Я бы сказал иначе. Ничего в жизни не происходило такого, чтобы не решиться на эту авантюру. Когда жизнь становится однообразной, хочется ее изменить, человек отправляется в путешествие, искать себя. То есть, чтобы распутать путы, путешествие. Он установил себе финансовый лимит и выложил в интернет все статьи расходов. И даже на своем мотоцикле он экономит. Ямахе на 100 километров нужно не больше 3 литров бензина. А в городах следования железного коня уже ждут знакомые по социальной сети. Люди готовы приютить путешественника на время ночевок. 4 месяца в пути. Отчет пошел. Нальчик, можно сказать, это такая отправная точка. Я сюда приезжал на родину своего отца, посетить могилу. Здесь у меня родственники. И после этого уже у меня начинается основной маршрут. Через несколько дней я уже выйду за границы Российской Федерации. На сайте danilomoto.ru он выложит фото симпатичных попутчиц, лучшую из которых выберут интернет-пользователи, следящие за путешествием. Обещал, что появится и фото нальчанок. Спасибо, Нальчик, за гостеприимство. Первые точки прибытия путешественника – Сочи, Сухуми, оттуда обратно в Краснодарский край, а после через Украину в Восточную Европу. Марина Ярославская, Слан Карданов, Вести, Кабардино-Балкария.